Добрый день, в эфире новости в студии Джанала Мерзаду и Шенбекова. Уволить Тайрбека Сарпашева. Генпрокуратура направила премьер-министру Соронбаю Дженбекову представление с таким требованием. Главу ГРС, главный надзорный орган страны, считает, нужно освободить от должности на основании того, что он поручил Бишкекскому госрегистру переоформить для продажи участок Максима Бакиева по улице Скрябина, 45. При этом председатель ГРС точно имел на руках уведомления Бишкекской прокуратуры о касационном обжаловании решения столичного межрайонного суда, по которому арест с этого участка снят. Как сообщают в прокуратуре, действие решения межрайонного суда уже было приостановлено Бишкекским городским судом со 2 ноября 2016 года. Указание госрегистру Сарпашевым было дано 30 ноября. Таким образом, Генеральная прокуратура определила, что Тайрбек Сарпашев ненадлежащим образом исполнил свои обязанности и допустил правонарушение по статье о противодействии коррупции. Пакет с минами гражданка принесла в милицию. Примерно в 10.30 утра правоохранителям поступил звонок о том, что на Ортосайском базаре обнаружили снаряды. Оказалось, что в опорный пункт милиции, находящейся на рынке, женщина примерно 50 лет принесла пакет, в котором находились три мины. Одна противотанковая и две противопехотные. По имеющейся информации, она нашла снаряды на мусорке. Милиция оцепила опасный район, гражданских эвакуировали. На месте работали саперы. Были ли снаряды боевыми или учебными, пока не сообщается. Их увезли на экспертизу. Кроме этого, правоохранителям предстоит выяснить, кто выбросил мины в общественном месте и с какими целями это было сделано. Заплатили за работы, которые никто не проводил. Генпрокуратура сообщила о злоупотреблении должностными полномочиями руководителей театра оперы и балета имени Абделласа Малдебаева. По данным надзорного органа, администрация, вопреки интересам государства и без проведения надлежащих торгов, незаконно заключили договор на проведение капитального ремонта здания на сумму почти 20 миллионов сомов. Перечислив на счет фирмы уже на следующий же день 12,5 миллионов сомов. Никаких работ, разумеется, выполнено не было. И по сей день эти деньги находятся в обороте компании. К тому же в тендере принимала участие и другая компания, которая предлагала отремонтировать здание на полмиллиона дешевле. Но руководители заключили заведомо невыгодный контракт. И это не первое уголовное дело на руководство театра. В июне прошлого года там намеренно закупили линолеум по завышенной цене. А в следующем месяце гендиректор незаконно установил стопроцентные ежемесячные доплаты двум своим заместителям. О мерах по укреплению и развитию вооруженных сил республики сегодня главу государства проинформировал начальник генерального штаба Рейнбердиду Ишинбиев. В ходе встречи Алмазбеку Атамбаеву доложили о том, что делается для повышения их боеспособности, мобильности сил обороны, а также проводимой работе по обеспечению пограничной безопасности. Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что особое внимание военное руководство должно уделить вопросам повышения воинской дисциплины и искоренения коррупции. Свой третий визит в Брюссель Алмазбек Атамбаев совершит 16 февраля. Глава государства встретится с руководством институтов Евросоюза. Однако повестка дня и детали визита еще обсуждаются. Об этом сегодня сообщил посол представительства Евросоюза в Кыргызстане Чезаре де Монтис. С его участием сегодня был организован специальный брифинг. Предполагается, что в ходе визита будет подписано новое соглашение с акцентом на экономическое сотрудничество. Кроме этого, добавил посол, Европейский союз продолжит поддерживать стремление Кыргызстана и дальше укреплять демократию в стране. Как политически, так и финансово. Еще 13 миллионов евро дополнительно поступят в республику на продолжение реформ в судебной системе. В Брюссель делегация Кыргызстана отправится 16 февраля. Это будет уже третья встреча главы нашего государства с руководителями Евросоюза. Что говорит об уважении со стороны европейских лидеров и важности сотрудничества с Кыргызстаном. Об этом сегодня в ходе специального брифинга сообщил посол Евросоюза в нашей стране Чезаре де Монтис. Повестка, визиты и детали пока обсуждаются, однако уже известно, что ожидается подписание некоторых новых соглашений. Это исключительный пример, когда один президент так часто приезжает в Брюссель и его принимает высшее руководство Евросоюза. Это сигнал важности. Я думаю, что Алмазбек Атамбаев подчеркнет стремление Кыргызстана к укреплению демократии. Вероятно, он попросит поддержку Евросоюза. Не обязательно финансовую, но и политическую. Мы ожидаем, что ЕС предоставит Кыргызстану максимальную помощь. Как отметил Чезаре де Монтис, такие отношения Евросоюза с Кыргызстаном сложились еще и потому, что страна все увереннее держит курс на становление демократии, что уникально с учетом особенностей региона. И Евросоюз активно содействует развитию демократии в Центральноазиатской республике. Так он напомнил, что уже на сегодня ЕС Кыргызстану выделила 34,5 миллиона евро на грантовой основе. Из этой суммы более 24 миллионов были переведены непосредственно в бюджет. На реформу избирательной системы, в сектор образования и в сектор социальной защиты. 13 миллионов евро поступило на реформу судебной системы. Еще столько же ожидается в ближайшее время. Я предполагаю, что во время своего визита в Брюссель президент Алмазбек Атамбаев подпишет меморандум о взаимопонимании и поддержке судебной реформы Кыргызстана. После чего начнется вторая фаза поддержки судебной реформы. В рамках первой ЕС выделит 13 миллионов евро. Во второй фазе Кыргызстану будет выделено еще 13 миллионов. В итоге 26 миллионов евро. Однако кроме грантов и льготных кредитов, обе стороны заинтересованы в развитии торговли. При этом Кыргызстан имеет статус ВСП+. А это значительный бонус в виде льготных таможенных тарифов на экспортируемые товары из развивающихся стран в развитые. Так, по словам посла, по итогам за прошлый год более чем на 50% вырос экспорт товаров страны Евросоюза. Но в этой сфере и есть проблемы. В Кыргызстане есть проблемы по сертификации качества товаров. Они должны соответствовать определенным критериям, нормам, стандартам качества. Сертификация продуктов в Кыргызстане является важнейшим вопросом не только при экспорте в ЕС, но и в другие страны. Планируется провести несколько видеоконференций, в ходе которых европейские эксперты разъяснят процедуру экспорта в ЕС, обсудят вопросы с хозяйствующими субъектами и другими партнерами, как решить вопрос с контролем за качеством товаров и пути получения выгод от статуса ВСП+. Но буквально спустя неделю после визита Алмазбека Атамбаева в Брюсселе ответный визит 20 февраля в Бишкек совершит делегация в составе 10 депутатов Европарламента, которые обсудят с кыргызскими дипломатами вопросы сотрудничества, встретятся с депутатами Чукургуки Неша, а также примут участие в 12-м заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз Кыргызстан. Елена Яковлева, Мэри Мташибекова, Александр Симонов, НТС Денег нет, но вы тушите. В Кыргызстане требуется замена пожарной автомобильной техники. Однако на это не могут найти средства, сообщили депутаты Чукургуки Неша. По стране функционирует 87 пожарных частей, насчитывается всего 162 машины. Срок эксплуатации которых истек на 30% сокращен штат пожарных. Однако эта проблема становится наиболее актуальной в связи с активным строительством новых элиток высотой в 20 этажей. При этом существующие машины могут потушить пожар в здании не выше 9 этажей. Муниципальные автобусы ездят на топливе с примесями парафина и воды. Об этом заявляют водители столичного общественного транспорта. По их словам, из-за некачественного дизеля им регулярно приходится менять запчасти двигателя. А чаще всего машина просто не заводится и отправляется на ремонт. При этом водители, вышедших из строя автобуса, вынуждены также сидеть без работы и, соответственно, без заработка. ГСМ для городских автобусов Бишкекское автотранспортное предприятие покупает через тендер. После очередной привезенной партии жалоб на солярку стало поступать все больше. Алексей Немашкал узнал все подробности. После того, как заправимся, горючее замерзает на дне бака. Вот, посмотрите, это же парафин. Концентрация большая. То, что находится внутри бака, этот водитель и топливом назвать не может. Он, как и все его коллеги, водит дизельный автобус, стоящий на балансе муниципалитета. Из-за использования разбавленного горючего засаляются форсунки, жалуются водители. Более 30 единиц общественного транспорта таким образом вышли из строя. Проблемы с плохим дизелем, как выясняется, возникают не первый раз. Уже 2-3 года возимся с этими форсунками. Понятно же, что это из-за солярки. Руководство говорит, что решить проблему они не в силах, так как поставка ГСМ осуществляет победитель тендера. Все водители у нас недовольны. Как выходить на работу? График нарушился. Тендер на закупку 400 тонн летней солярки Бишкекское городское управление объявило осенью прошлого года. Победителем стала местная фирма, которая приобрела ГСМ в российском городе Орск. Со слов водителей, несмотря на утверждение поставщика, что привезенное им дизельное топливо соответствует стандартам Евро-5, горючее вытекает прямо из выхлопной трубы. В месяц так пережигаем по 30-40 литров. А за этот перерасход заставляют платить нас, да еще и с процентами. Деньги удерживают зарплаты. По графику я должен работать 15 дней, но по причине поломок сейчас не работаю. В прошлом месяце я получил всего 4700 сомов. Как мне прокормить семью на эти деньги? Впрочем, в автотранспортном предприятии нашли объяснение разбавленной солярки. Оказалось, что в тендере не принимали участие компании, поставляющие зимнее дизельное топливо. В итоге купили летнее, а во избежание его замерзания в мэрии решили в горючее добавить специальные смеси. Теперь как будем делать? Скорее всего, совместно проведем анализ с данной фирмой. Есть отдельные лаборатории, чтобы после анализа будет уже дальше думать, что делать. Ну, мы как бы сделали тоже свои выводы на эту тему. На самом деле, летняя солярка дает сбои при минус 15 и выше. Станут ли жалобы водителей поводом для разбирательства со стороны правоохранителей неизвестно. На сегодня по факту некачественного топлива в муниципальных автобусах ни одного заявления не поступало. Отметим, для закупки ГСМ мэрия ежегодно тратит десятки миллионов сомов. Теперь предстоит отремонтировать еще и вышедший из строя 31 автобус. Во сколько обойдется это удовольствие бюджету и на чьи плечи ляжет бремя, так же непонятно. Алексей Немашкал, Айбек Айтбаев, Ирлан Кемельбеков, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.